подскажите сколько курсов делать в год по вашей рекомендации от диабета необходимо хотя бы один месяц сделайте после чего посмотреть что необходимо знать случае если курса диабета выбран правильно то человек во время курса должен однозначно похудеть но диабета еще раз хочу сказать 2 2 степени второго типа что обозначает диабет первого типа и диабет второго типа при диабете первого типа у человека увеличивается уровень глюкозы и снижается уровень инсулина это происходит очень часто с потерей жировой клетчатки жировая клетчатка в этом случае является важным элементом для восстановления иммунитета жировая клетчатка разделяется становится холестерином холестерин над почечниками трансформируется в гидрокортизон в гормоны за счет того что происходит там активность гормональная стрессовая активность может формироваться кортизол и это может все в дальнейшем привести к уменьшению жировой клетчатки и к ухудшению работы поджелудочной железы что в дальнейшем приведет к заболеванию сахарный диабет первого типа именно поэтому при сахарном диабете первого типа на первое место необходимо ставить прежде всего увеличение употребления жиров это прямо важно если человеку которого сахарный диабет первого типа увеличить количество употребления жиров сливочное масло натуральное оливковое масло и специально увеличивать то есть чтобы он этого принять чтобы он принимал этого чуть-чуть принимал такие жиры более чем обычный человек то сахарный диабет первого типа уменьшает свои показатели и глюкоза перестает расти инсулин начинает титры инсулина начинает расти именно поэтому сейчас вот спустя года я об этом говорил еще 13 лет назад можно найти эти видео которые были записаны еще 2011 году я говорил что скорее всего пройдет время и будет разработан специальный препарат который будет увеличивать количество холестерина в крови только холестерина хорошего и вот такое увеличение холестерина будет способствовать уменьшению показателей глюкозы и увеличению показателей инсулина ну и буквально несколько дней назад я встретил статью в научной публикации медицинской где было сказано о том что да сейчас установлена взаимосвязь между инсулином и холестерином и в случае если также было сказано о том что в дальнейшем использование инсулина в ходе лечения сахарного диабета первого типа будет видоизменено и курсы лечения будут получать немножечко другом виде то есть умалчивается о том что это будут сверх активные вещества которые будут увеличивать холестерин ну и конечно же это непонятно для многих врачей потому что считается что холестерин увеличенный идет рука об руку с сахарным диабетом первого типа ну и так далее и тому подобное конечно каждый врач эндокринолог он конечно же назначен препараты там препараты для у них для уменьшения холестерина совместно с препаратами для уменьшения глюкозы там инсулин там короткие длинные так далее ну и это конечно же делает человека стабильно болеющим сахарным диабетом первого типа и так далее ну и сахарный диабет второго типа это сахарный диабет который в крови выглядит следующим образом это повышение холестерина особенно плохого и конечно как правило всегда увеличение незначительное но видимое увеличение инсулина инсулин это вещество которое накапливается в подкожном жире инсулин накопленный в подкожном жире приводит к ожирению атеросклерозу и так далее как устранять холестерин как устранять инсулин устранять его необходимо путем похудения то есть путем уменьшения количества жировых клеток сделать это используя диету возможно но используя диету используя возможно стрессовую диету и используя скорее всего спортивные упражнения хотя бы ходьбу и так далее по поводу стимуляции сердца и по поводу там активных упражнений физических и так далее я как человек занимающийся медициной давно хочу сказать что активный спорт это когда человек очень активно бежит это когда человек очень тяжелые веса поднимает значительно влияет на сердце разрушая сердце и в дальнейшем может спровоцировать заболевание сердечной недостаточности именно поэтому большинство спортсменов в дальнейшем в своей жизни с возрастом обретают заболевание инфаркт сердца именно поэтому очень много спортсменов которые занимаются профессионально спортом в дальнейшем имеют большие проблемы или комплексные проблемы работы сердца но ходьба в этом случае позитивно влияют и для спортсменов и для не спортсменов об этом писал еще свое время и пирогов и сеченов ну и знаменитые физиологи в том числе бехтерев и курпатов и можно сказать о том что в действительности заменить ходьбу ничем нельзя во время ходьбы человек дышит глубоко очень много есть звезд мировых которые ежедневно обязательно ходят это президент путин это там от анжелины джоли и заканчивая кибриком и так далее то есть этих людей которые специально ходят этих людей очень много это считается одним из самых естественных и таких правильных упражнений погулять вечером перед сном сколько необходимо гулять гулять необходимо не быстрым шагом без нагрузок дыша при этом на всю грудь при этом стараться делать так чтобы тело было расслаблено я считаю что вот такие прогулки они очень полезны и особенно если это делать перед сном сон улучшается глубина сна увеличивается общее восстановление центральной нервной деятельности улучшается слушать при этом какие-либо звуки не стоит то есть ходить с музыкой не нужно пусть восстанавливается нервная деятельность или правильнее центральная нервная деятельность и так далее холодной водой разводить соду до холодных гасить не нужно нет совершенно другое все по